Всем здарова парни, да и девушки тоже, наверное, давно не было видосиков по плану, все перемешалось там, такое, в общем, сегодня попробую познакомиться с ротациями на валькирию в наследии. Кстати, все ротации с учетом среднем фпс раном 60, также в комбинациях везде где будет применяться священная атака, использовалась для среза священного копья, что дает баф на 80% крита. Зачем нужна слеза и бросок щита? Среза дает эффект опрокидывания, срез бросок щита и 80% крита на 5 секунд. Стан по эффекту контроля опрокидывания не засчитывается в комбинацию. Далее срезаем бросок щита через бок по км. Следом идет яркий свет, освященный щит и меч судьи. Если яркий свет не дает эффект контроля нокдаун, то мы успеем прокинуть после освященного щита мечом судьи и реконтролить световым разрезом. Если же яркий свет дает нокдаун, то освященный щит даст повышенный урон в сейер атаке под минус защиты, после чего меч судьи ударит максимально сильно. Далее завершаем комбинацию с витовым разрезом и еще одним срезом меч судьи. Все остальные вариации это примеры из которых вы сможете сами выбрать то, что вам будет удобнее применять. Также для наглядности почти все ротации проводились без пробужденного оружия. Субтитры создавал DimaTorzok Срез Среза Небес в Копье Правосудия следует проводить не торопясь, иначе есть вероятность выполнить срез так, что эффект контроля Среза Небес не пройдет. После применения Копья Правосудия его также можно отменить в круговой разрез и вбок ПКМ. Наследие уклонения через блок ПКМ теперь имеет срез в бросок щита, что в совокупности скиллов имеет схожий эффект уклонения с пробужденной стойкой на вбок ЛКМ. Субтитры создавал DimaTorzok Правосудие. Один из важнейших скиллов для каждой Валькирии. Он обязанен к прокачиванию, поскольку имеет эффект контроля ошеломления на всех ударах. Блок Спердзи на первых двух. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...